Приветствую вас, и вы знаете, вот когда я читал ваше сообщение, когда я читал ваши вопросы, у меня удалось такое ощущение, что вы как будто бы оправдываетесь, то есть вот вы влюбились в женатого мужчину, он с вами был. И когда вы решили написать нам на сайт свой вопрос, вы как будто бы заранее ожидаете, что мы будем вас осуждать. На самом деле, мы не судьи, и осуждать вас мы не будем. Напротив, если вы какое-то время смогли человеку подарить счастье, комфорт, гасмонию, любовь, радость, стабильность, какое-то наслаждение, то это здорово. Это здорово и прекрасно. Жена, которая сама, можно сказать, вынудила своего мужа вот так себя вести, она не является здесь жертвой. Потому что, не встретив, не встретив, мужчина вас, никто не знает, может быть дело дошло бы и до развода. А так, он с вами тяжелый момент пережил и вернулся опять в семью. Но вы знаете, я думаю, что основная проблема не в этом. Давайте подумаем так. Вы пишете, и пишете достаточно откровенно, что вы полюбили, полюбили женатого мужчину. Характер и стиль вашего письма таков, что вы достаточно светлый, добрый, порядочный человек. Вы помогали ему, вот, в вашем письме фигурирует так, что вы помогали ему во всем, даже материально. Он вам с ремонтом иногда, но у вас написано «Она» мне с ремонтом иногда. Не совсем понятно, это его сна помогала вам с ремонтом или все-таки мучно, но я думаю, что не суть. То есть вы ему помогали. Вы ему помогали, то есть вы желали ему счастья. Так вот, если вы желали этому человеку счастья, то непонятно, почему вы продолжаете сейчас, на данный момент, быть настроены на негатив. Ведь вы изначально желаете ему счастья. Вы изначально желали ему этого. Так и продолжайте, продолжайте желать ему этого самого счастья. Подумайте, что для него было хорошо. Для него было хорошо найти работу. Что для него было хорошо? Для него было хорошо, например, найти там, вот, сейчас самую гармонию со своей женой. Вам нужно просто вспомнить о том чувстве, которое у вас прослеживается на протяжении всего письма. Вам нужно вспомнить о том чувстве, что вы хотите для него счастья. И если он сейчас со своей женой счастлив, то вам этого вполне себе достаточно. Ну, серьезно, если вы желали ему счастья, если вы хотели, чтобы у мужчины было все хорошо, то и продолжайте ему этого желать. Продолжайте хотеть им столько добра. И тогда, с этой позиции, вам самое главное, уже дали. Вам показали, что мужчина счастлив сейчас. Что у мужчины все хорошо. Вы были нужны ему в несчастье, в кризисе. Кризис прошел, и мужчина не хочет вас теперь больше видеть. Потому что вы для него напоминание о том кризисе, который у него был. Вы у него ассоциируетесь с этим кризисом. И поэтому он с вами больше никак не контактирует. Он с вами был по нужде. У него была нужда, у него была проблема с женой. И он с вами удовлетворял какие-то свои потребности. Те, которые не давала ему жена. Как только жена стала удовлетворять его потребности, которые раньше не удовлетворял, ваша надобность, точнее, его надобность в вас моментально прекратилась. Мужчина, может быть, даже сам того не осознавая, вас использовал. Но я думаю, что вы способны воспринять это положительно. То есть, вы провели какое-то время вместе? Провели. Вам было хорошо вместе? Хорошо. Вы надеялись на то, что он уйдет от своей жены и разведется с ней и будет с вами? Нет. Значит, вы знали, что это временно. Раз вы знали, что это временно, значит, наверное, для вас не стало неожиданностью то, что он так поступил. Вас раздражает, что он не мог по-человечески расстаться? А как это? Как это по-человечески расстаться в вашем случае? Давайте подумаем. Мужчина должен был прийти и сказать. Ты знаешь, у моей жизни сейчас все хорошо. И мне с ней хорошо. Наверное, я не буду больше там встречаться. Прости. Знаете, если бы мужчина так сказал, он бы достиг двух целей, которые ему не очень-то желательны. Первая цель – это то, что он бы признал фактически, что он вас использует. Знаете, человеку сложно признать наличие у себя таких вот потребительских черт характера. Второе – это бы он так сказал, он бы обрубил все мосты между вами. И в будущем, а если мужчина в годах, он не может не думать о будущем. Так вот, в будущем, он бы не смог воспользоваться вами вновь. Он знал бы тогда, что у него не получилось бы вновь к вам вернуться. Вновь быть с вами, если вдруг произойдет какой-то кризис. Сейчас, когда между вами есть определенная недоговоренность, мужчина, в принципе, всегда может вам позвонить, придумать какое-то оправдание для своих поступков, и, по сути дела, вновь к вам вернуться, вновь к вам встречаться. Осознанно или нет происходит подобное поведение, не столь важно. Ну, согласитесь, нам не важно, понимает мужчина или нет, то, что он делает. Нам важно то, что это есть. Нам важно то, что ваше по-человечески расстаться для него неприемлемо. Вы хотите ясности, потому что вы, может быть, более искренне к нему относитесь. Может быть, у вас совершенно другая ситуация, нежели чем у него. Не важно. Важно то, что он такое окончание ваших отношений неприемлемо. Для него это недопустимо. И если вы любите человека, если вы желаете ему счастья, то вам нужно принять это. Мужчина не хочет расставаться с вами окончательно. Мужчина хочет оставить лазейку для того, чтобы в будущем, может быть, вновь с вами сблизиться. Даже если это не произойдет. Потому что кто-то, может быть, его жена сейчас ведет себя хорошо, вроде бы притихла, да. А потом, когда поймете, что муж с ней, опять начнет тоже взрамкаться свое поведение. И мужчина вновь вспомнит про вас. Согласитесь, он не может об этом не знать. Вот поэтому он так себя ведет. У него могут быть и другие причины. Может быть, он просто не может посмотреть вам в глаза и сказать правду. Но просто не хватает у человека духа. Просто не хватает у человека силы воли сказать другому, с кем он когда-то был близок. Все, прости, у меня с тобой все. Это, знаете ли, тяжело. И мужчина, не имея возможности для того, чтобы так сказать, ну, по сути дела, просто-напросто сбежал. Многие мужчины просто сбегают от ответственности. Они не хотят отвечать за то, что они делают. К сожалению, ваш мужчина именно такой. И это черта его характера. Это его слабость. Она, к сожалению, является продолжением другой слабости. Точнее, она является той же слабостью, которая и опосредовала всю вашу ситуацию. Она опосредовала эту слабость, то, что он изменял своей жене до встречи с вами. Она опосредовала ту ситуацию, что он говорил про нее плохие слова. И так далее. Она опосредовала ту ситуацию, что мужчина воспринимал ваше утешение насчет жены. То есть, у мужчины есть определенная черта характера, которая позволяет, а правильнее было бы сказать, опосредует некие элементы его поведения так, что он не завершает до конца определенные обстоятельства в своей жизни. Точно давить и идти с вами. Попробуйте немножечко отстраниться от эмоционального восприятия того, что произошло. Попробуйте представить, что это произошло не с вами, а с кем-то другим. Попробуйте представить, что это не с вами произошло, а с какой-то другой женщиной. И вот подумайте, насколько органично, насколько естественно вписывается в поведение мужчины в такой поступок. Или наоборот, если хотите, насколько поступок является органично вписанным в поведение мужчин. И вы, я уверен, увидите, что при всех прочих разных условиях, при наличии характера у мужчины такого, какой он у него есть, и его поступок по отношению к вам, по отношению к супруге, является органичным проявлением его же слова. Просто до определенного предела, до определенного момента вы не видели этого проявления. Вы видели только проявление с одной стороны, когда мужчина в вас нуждался. А когда мужчина перестал в вас нуждаться, вы увидели другое проявление. По сути дела, то же самое, что и женат. Я надеюсь, что данный момент поможет вам немножечко лучше понять вашему мужчину, немножечко лучше понять причину его поведения. И здесь мне хочется сказать, что если вы чувствуете, что вы что-то потеряли, то есть вот после того, как мы поняли, что мужчина не вас игнорирует сейчас. Мужчина не к вам относится пренебрежительно. Он не вам не перезвонил. Он себе не перезвонил в вашем лице. То есть к вам лично он претензий не имеет. Просто в вашем лице он видит ту свою сторону, которая ему не нравится. Но которая, видимо, периодически дает о себе знать. И общаться с вами, когда у него все хорошо, значит вспоминать об этой стране. О той стране, о которой он предпочитал бы забыть. О той стране, которую он предпочитал бы не видеть в себе. То есть нужно вам отойти от персонального, персонифицированного восприятия поведения мужчины. Вы думаете, что он игнорирует и пренебрегает с вами, на самом деле, он через вас пытается самому себе казаться лучше, а точнее просто закрывать глаза на определенные свои недостатки и слабости, которой или которыми по его мнению вы и являетесь. То есть вы для него это слабость. Мужчина не любит быть слабым, оснащен будет вас игнорировать тогда, когда он не нуждается в этой самой слабости. Теперь дальше. Если у вас все равно осталось негативное ощущение, если вы чувствуете, ну, я уже сказал, что вы что-то потеряли, это значит, что через эти отношения, через мужчину вы для себя что-то получали, что-то для себя вы приобретали, общаясь с ним. Что именно, сказать, конечно, нельзя, потому что нужно анализировать вашу жизнь, нужно анализировать вашу жизнь до встречи с мужчиной. Какие именно желания? Ну, вот, коллега сказал, что проблема с отцелом. Может быть, это ваш образ мужчины такой, такой, годах, серьезный, взрослый, там, на который вы могли бы положиться, с которым вы чувствовали себя, как-то каменной стеной. Возможно, это объединяется вашим складом характера, интеллектом, который развит настолько, что вам неинтересно за своими ровесниками. Кто знает, нужно, чтобы ответить на вопрос, в чем вы нуждались в контексте этих отношений, лучше вас знать. Но, однозначно, если вы вот после всего мной сказанного, и когда вы это через себя пропустите, когда вы это осознаете, когда это станет частью вашего опыта, если у вас равно останется ощущение утраты, от чего вы действительно что-то потеряли. И, значит, именно это что-то, то, что вы потеряли, и является краеугольным камнем вашего негативного соцсоциального. Нужно понять, что это, и научиться удовлетворять самостоятельно, без привязки к какому-либо мужчине. Если, например, вам хочется быть как за каменной стеной, то подумаем, что для вас есть стабильность, что для вас есть обеспеченность, что для вас есть уверенность и так далее. Если вам нужно, чтобы вы на мужчину могли положиться, значит, соответственно, нужно прорабатывать более правильный образ, образ идеального мужчины. Если вы по какой-то причине не доверяете своим ровистикам, с которыми у вас, возможно, были отношения, то тогда нужно прорабатывать неудачный опыт этих отношений, чтобы отпустить обиду, отпустить возможный страх, отпустить какие-то негативные эмоции. Нужно это проработать, чтобы вы стали свободны, чтобы вы не оглядывались на прошлый опыт, на прошлое происшествие, на прошлое разочарование. на прошлый опыт вам нужно скорее всего обратить внимание, чтобы извлечь урок и стать мудрее, дабы не совершать ошибки. А вот на эмоции, на обстоятельства, на какие-то ситуации в жизни, если были, обращать внимание не стоит. Каждый из нас живет один раз и постоянно учится и выучились, но возможно неправильно извлекли урок из какой-то определенной ситуации. В этом мы можем вам помочь. Так последний наверное пункт, о котором я хотел бы сказать, это чувство вины. Вы чувствуете, что виноваты. Виноваты, что помогали им, что чувствуют, что виноваты, что помогали материально и не заметили как остальные второе жену. Вы знаете, не нужно себя винить. По вашему сообщению я понял, что очень душевный человек, вы очень светлый человек, открытый человек, ну и добрый человек. И когда вы любите, то вы стараетесь отдать все, что у вас есть. Я думаю, это очень хорошее качество. Я думаю, это качество, которому стоит поучиться многим людям. Я думаю, что это то качество, которому стоит поучиться значительному количеству пар. Когда любишь, ты месча отдать все, что есть. И я думаю, что это не виновное поведение. Это часть, это часть, это элемент вашей любви. И его стыдиться не нужно. Считать, что он лишний, тоже не стоит. То, что мужчина не оценил того, что вы делали, это вопрос другой. Но тогда вам я задам вопрос. А для чего вы ему помогали? Помогали ли вы ему, чтобы он был счастлив? Или помогали вы ему, чтобы удержать рядом, чтобы показать, какая хорошая вы, какая вы идеальна, что вы лучше его жены, для чего вы ему помогали? Вот в чем вопрос. Если для себя, то это опять-таки ваше желание. Чего-то вам не хватает, в чем-то вы нуждаетесь, это что-то вы пытаетесь получить через мужчину. Об этом сказали. не винить себя надо, а надо понимать свои желания, может быть осознавать влечение, влечение это желание не представленное сознание, то есть неосознаваемое. И достигать этого, а если вы помогали ему ради его самого, чтобы ему было хорошо, так это же прекрасно. и оставьте его, позвольте ему быть счастливым, а себе счастливой от того, что вы помогли человеку жить лучше. И все. Не обвиняйте себя, не дайте разочарованию, оскверните ту идиллию, которая была у вас какое-то время. но будьте честны с собой. И скажите, вы серьезно надеялись на то, что ваши отношения с этим мужчиной будут долгими? Вы же знали в глубине души, что они закончатся. Вы сами говорили, что жена хорошая, что раз 20 лет вместе прожить сеть уже не разведутся они и мужчина не уйдет от нее. Значит, вы интуитивно чувствовали, что он с вами временно вот и дайте интуиции очень сильному, кстати говоря, качеству у женщины вот и дайте интуиции проявить себя. не мешайте ей. Найдите это интуитивное ощущение, которое у вас было, когда вы говорили мужчине, что жена хорошая и позвольте ему вас напомнить. Позвольте этому ощущению показать, что все произошедшее является естественным ходом событий. И тогда, я уверен, вам станет легче. Тогда вы поймете, что это все произошло так, когда должно было произойти, то есть естественно, а раз естественно, то все прекрасно. Нет ничего плохого в естественном ходе вещей. Просто вам нужно извлечь опыт. Извлечь правильный опыт из того, что с вами произошло. Какой опыт вы извлечете, решать вам. Захотите ли вы поработать над собой, захотите ли вы понять, что вами двигало, захотите ли вы лучше понять свои желания, может быть, то, чего вам не хватает, или просто пойдете дальше. Решать вам. Но нельзя злиться на то, что идет дождь. Нельзя злиться на то, что гремит гром. нельзя злиться на то, когда волк, например, убивает беззащитное животное. Это естественно. И то, что произошло у вас, это тоже вполне естественно. Но вы позволите этому произойти. И весь вопрос в том, почему либо для себя, либо для мужчин. Либо для вас обоих, чтобы какое-то время побыть счастьем. Ведь у кого-то и нет этого. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.